Руководители стран Большой Семерки и Большой Двадцатки принимают участие в саммите Международного валютного фонда, который сейчас проходит в Вашингтоне. Поэтому информационное поле насыщено выступлениями представителей ведущих мировых центробанков. Но даже для такого представительного форума трехстороннее заявление явление достаточно редкое. Признавая беспокойность по поводу недавнего резкого падения иены и воны, министры финансов США, Японии и Южной Кореи даже допустили возможность совместной валютной интервенции. Некоторые специалисты уже успели назвать это заявление началом кровавой расправы над долларом США, ведь Центральный банк Китая также подтвердил свою приверженность стабильному юаню. А поступившие от главы европейского регулятора Кристин Лагард и управляющего Банка Португалии Марио Сентена комментарии поставили под сомнение масштабы снижения процентных ставок в еврозоне. Так, Марио Сентена заявил, что в этом году возможны несколько сокращений и что денежно-кредитная политика останется жесткой даже после снижения базовых процентных ставок на 25 или 50 базисных пунктов. А Кристин Лагард также серьезно беспокоен ослаблением евро по отношению к доллару и что в сложившейся ситуации еврозона окажется под угрозой усиления инфляции. Банк Японии, как мы уже неоднократно упоминали, готов провести интервенцию против доллара в любой момент. А что на это отвечает американская валюта? Конечно, крупномасштабные валютные интервенции могут временно замедлить рост доллара. А вот разворот курса гринбека выглядит маловероятным. То есть индекс доллара, который определяет его цену по отношению к 6 валютам-аналогам, конечно упал. Но при этом далеко от своих недавних максимумов в 106,5 пунктов все равно не ушел. В четверг его диапазон продвигался в границах 105.70-106.00 и больше походил на консолидацию, чем на отступление. Напомним, что сильнее всего гринбек укреплялся на тревожной геополитике и липкой инфляции в США. И что эти факторы никуда не ушли и сейчас, просто временно отступили на второй план, как и новое восстановление роста доллара. А пока совместные предупреждения стран с крупнейшими экономикой, направленные против чрезмерного укрепления американской валюты, помогли успокоить Уолл-стрит, которая фиксировала падение индекса в 4 сессии подряд. Индекс S&P 500 тоже закрыл среду в красной зоне. В четверг торги по главному индикатору фондового рынка США проходили в границах 5,007 и 5,078 пунктов, а экономика США тем временем добавила очередные аргументы в пользу ястребинных перспектив американского Центробанка. Еженедельный отчет о первичных безработных остался на предыдущей позиции и тем самым подтвердил устойчивость рынка. Причем его апрельский показатель на уровне 15,5 пункта оказался в 10 раз выше прогнозов 1,5. Что касается перспектив единой валюты, то некоторые из представителей Центробанка не согласны с мнением Кристин Лагард. Наоборот, они считают, что инфляция в единой Европе ведет себя так, как и должна, то есть значительно снижается. А вице-президент ведомства Луис де Гендос заявил, что процентные ставки могут быть сокращены уже в июне, поэтому пара евро-доллар оказалась под перекрестным огнем противостоящих друг другу факторов. После того, как Лагард заявила, что с инфляцией игра еще не окончена, курс евро развернулся на 180 градусов, однако сегодня новые данные по экономике США в начале американской сессии снова повлияли на пару. В результате график евро вернулся к сценарию вчерашнего дня, когда рынок по большей части топтался на месте. Но в любом случае укрепление единой европейской валюты не смогло полностью снять перекупленность гринбека. И казалось, что евро все-таки начал долгожданную коррекцию с опорой на уровень поддержки 1,06. И с учетом масштабов ее ослабления можно предположить, что запас хода еще имеется и что евро сможет укрепиться до уровня сопротивления 1,07. Однако актуальный диапазон в границах 1,0651-1,0693 проходит уже на его распродажах. Говорить коррекции нисходящего тренда или про разворот евро все-таки еще очень рано. А вот что действительно удивило, так это нефть, которая уже ближе к завершению торгового дня резко устремилась вниз. Причем падение котировок совпало по времени с публикацией данных по запасам сырой нефти в США. Вот только их роста на 2,7 млн баррелей было явно недостаточно для столь сильного движения. Судя по всему, эти отчеты стали лишь спусковым крючком, тогда как главная причина кроется в определенном сочетании факторов. Во-первых, нефть явно была перекуплена, особенно с учетом роста доллара США. Во-вторых, судя по всему, пока удается избежать дальнейшей эскалации напряженности между Ираном и Израилем. В результате недельный застой фьючерсов на эталонную марку Brent сменился нисходящим импульсом, а спекулянты смогли снизить ее котировку примерно на 3%. Это движение свидетельствует о замедлении восходящего цикла, которое может привести к поэтапному ослаблению стоимости актива. Однако, как и прежде, основным рычагом для спекулянтов остается информационный поток новостей. В то же время, инерция снижения всегда может перейти в свою противоположность – перепроданность нефти с последующим заметным ростом, что мы и наблюдали на торговом графике четверга, где цены на черное золото снова наметили. Кстати, реальное золото сегодня тоже упало почти на 1%, добровнев 2361 доллар за тройскую унцию и тоже сделало попытку разворота в сторону сопротивления на 2390 долларов. И, судя по апрельскому графику, в целом в качестве защитного актива привлекательность золота держится на высоте. А вот, что касается российской валюты, доминирующее положение доллара в этой паре тоже ослабевает. После консолидации чуть выше 94 рублей цена доллара упала к сопротивлению на 93,80 рубля. Наши эксперты считают, что если Банк России так и будет хранить молчание, то есть риски, что уже завтра за 1 доллар нужно будет отдать уже около 95 рублей, но в то же время преодолеть это ключевое сопротивление до конца недели у валютной пары вряд ли получится. Скорее всего, это случится уже после выходных и тогда же возможно последует наконец-то уже реакция Банка России. А пока рассматривая все в масштабе нескольких месяцев, мы по-прежнему наблюдаем восходящий тренд, а это означает следующий рост курса рубля к доллару США. На этом наш обзор торгового четверга на глобальных рынках завершен. Не забывайте оставлять ваши комментарии под видео и задавать вопросы нашим экспертам. Команда ИнстаФорекс работает для вас. Будем на связи и до новых подключений.